Всем привет! С вами Unicum. Сразу хотел бы извиниться за качество, так как это самый более удобный микрофон, с которым я смог записать это видео. Сегодня я вам покажу, как обрабатывать ваш вокал в Adobe Audition 3.0. Это, в принципе, самая простая программа для начинающих. Также в ней достаточно удобный интерфейс и много всяких примочек. Так, ну начнем с того, что сюда мы закинули минус, просто перетащили. Это по стандарту, если вам не нравится, чтобы он был тут, можете закинуть его сюда. Но я делаю так, как и все люди в основном. Во второй и третьей дорожке у нас лежит основной голос, в четвертой и пятой то же самое. Сейчас я вам объясню. Так, дорожки эти совершенно одинаковые. То есть я вот тут вот записал на этой дорожке и сюда скопировал. Так как я неопытный музыкант еще, и весь этот урок, в принципе, результаты моего опыта в течение года, я пробовал, экспериментировал, и вот, в принципе, на чем остановился, и что мне больше всего подошло. Так, к обработке мы перейдем чуть позже. Так, сейчас я вам объясню. Вот тут вот у нас стоит цифра 35, это отклонение звука вправо, а это влево, насколько я знаю, на 35, и здесь на 35. То есть, получается, у нас звук не посередине, а чуть-чуть отдален по бокам. Это придает, как бы, более слушабельного эффекта, и звучит более лучше. Так как обработка увеличила громкость голоса, и я тут его уменьшил на минус 3. Если вы будете обрабатывать так же, то вы поймете, почему. Так, здесь, в принципе, то же самое. Я писал тейками. Здесь, тут, там, тут, и вот так вот. Чуть ниже у нас бэки, то есть, дополнение к нашему основному голосу. Если мы хотим выделить какое-то слово, в основном все выделяют рифмы, но это не обязательно. Вы записываете тоже бэки. В принципе, их потом сводите, двигаете, вот, как хотите, на правую кнопку мыши жмете и двигаете. Так. Их тоже раскидываем по каналам. Для этого мы сделали две дорожки. Но тут уже раскидываем не на 35, а по 100. Тут 100, и тут 100. Но я в них уже уменьшил еще громкость, поэтому тут у нас минус 2. Так. Вот, в принципе, все. А, еще вот на минусе вы видите такие полосы, да? Это регуляторы громкости в отдельных частях минуса. В общем-то, вы сами тут можете выделить. Вот, видите? Берем вот этот квадратик и двигаем. Здесь я уменьшил, так как вступление очень было резкое, и меня оно как-то напрягало. Я сделал потише. И тут, как бы, такие фишечки. Это выделение слов, то есть, голос без минуса в отдельных отрывках. Вот тут и тут. Они, в принципе, одинаковые получаются, и звучит вполне хорошо. Вот, мы видим, что если отрезать минус, то он кончается как-то нелепо. И то есть, если мы хотим, чтобы все звучало гармонично и был плавный такой переход, то делаем вот это. Зона глушения и синусоида. Получается такая, как бы, дуга, и переходит плавное, как бы, воспроизведение звука нашего минуса. Вот. Вот так вот у нас получилось. Далее я вам покажу, как обработаны мои дорожки. Это у нас минус. Здесь мы применяем графический эквалайзер. У меня есть сохраненный пресет. Вот. Опускаем низкие частоты. Они, в принципе, не нужны и не слышатся особо человеческим ухом. Там в основном шумы всякие. Ну, в минусе они не нужны, так скажем. И вот тут вот мы опускаем некоторые ползунки на полтора где-то децибела, вот как мы видим. Это для того, чтобы освободить частоты под голос. У меня это уже все сделано. И я это сделал до этого. Если у вас тут есть шум, то вы можете убрать его в Noise Reduction. Я думаю, вы уже видели это в других уроках. И нет смысла вам показывать опять это то же самое. Так, я думаю, все слышали про Dynamic Processing. Это компрессор, как он больше известен людям. На графике у меня он выстроен примерно вот так. Кто работал уже с внешними компрессорами, вы можете, в принципе, поработать с цифрами. Но я этого не делал и работаю с графиком. Так, поименили, нажали ОК. Далее идет эквалайзер. Это, в принципе, все по стандарту. Я делаю уже общепринятая такая схема, что если сделать эквалайзер, допустим, перед компрессором, то в этом не будет особого смысла. Так, тут я тоже убрал низкие частоты. До 80-80 я немножко поднял. Так как тут тоже в основном нету голоса, это просто шумы какие-то, да и пустые частоты. Так, вот тут я поднял для того, чтобы было более студийное качество, придает такой звук, как бы, лампы может быть такого, чего-то. Ну, в общем, более мягкий звук становится. Это для более лучшего входа голоса в микс, чтобы звучало более, как бы, ну, не знаю, как вам сказать, плотнее может быть, воздушнее. И вот эти вот тоже можно опустить, но это вы сами тут регулируйте под свой голос, в принципе, как вам понравится. И применяю дальше многополосное сжатие, Broadcast, хороший пресет, он, в принципе, поднимает громкость. И тут я еще отдельно скачал VST Vocal Magic 4. Его я применяю вот с такими настройками. Мне нравится это, придает тоже какой-то воздушности голосу. Также вы можете скачать плагины от Waves. Тут тоже множество всяких эффектов, плагинов, которыми вы можете поэкспериментировать. На этом можно остановиться. Но если вы послушали и вам не понравилось, то вы можете добавить эффекты вот здесь. Нажимаем на дорожку и Alt плюс 0. Так, тут у нас высвечивается такое окошко, где вы тоже можете наложить эффекты. Вот, допустим, выбираем Reverb, Studio Reverb и Mastering Reverb. Но мне оно не нужно, так как у меня комнатный Reverb, и он мне в принципе тоже нравится. Довольно качественно как бы получается, не знаю. Ну, в общем, на слух ложится нормально. Ну, вот, в принципе, и все. Это вот, как обрабатываю я. В других уроках вам могли уже показать, как сохранять треки. В принципе, я это тоже видел, пересмотрев все уроки, я остановился вот на такой вот схеме. из каждого урока, можно сказать, я выхватил что-то свое и применил это в своей обработке. В принципе, все. Всем пока. Ссылка на мою страницу будет под видео. Ссылка также на группу с инструменталами будет внизу под видео. Я в ней администратор и советую в нее вступить. Хорошая группа. Там я вам всегда помогу. Можете писать мне в личку, спрашивайте. Я вам обязательно отвечу. Всем пока. Пока.